Доброго всем утречка! Как вы знаете, я переехала, продала дом за материнский капитал. И маленьким поделюсь сейчас, как, не знаю, секретом, лайфхаком, короче, услышанным от риэлторов. Возможно, пригодится это кому-нибудь, каким-нибудь нормальным людям. То есть не нормальные какие-нибудь люди там или черный риэлтор, они без нас свои дела, как говорится, сделают. Но есть нормальные люди, у которых, например, там, ну, может быть, какой-то, ну, как я бы, если бы у бабули дом, например, не сгорел, хотела бы, например, выкупить его там. И лишних денег как бы нету, накоплений, ничего такого нету. А есть, например, материнский капитал. И вы хотели бы там, может быть, в аварийном состоянии выкупить домик бабушки своей какой-то там или какого-то там места, которое вам нравится, которое в не очень хорошем состоянии. И под критерии материнского капитала не подходит. Вот. И пока мы ждали покупателей, пока сидели с риэлтором, разговаривали, вот, я вот потихоньку всякие там, так сказать, выспрашивала, что в голову придет. Вот. И вот. То есть если кому-то, может быть, пригодится. Наверное, аварийный дом можно купить за материнский капитал. Всяко-разно там чуть ли в общем в таком виде, что мамочки мои, как, короче, по ее рассказам, то, что продают. Значит, смысл в чем? Ну, смысл в том, что когда проходит дом по документам продажи, ну, опять же, тут маленький такой нюанс, что там, может быть, для областей не подойдет, может, для того, то есть когда далеко. Мои покупатели, они были питерские. Это 350 километров сюда нужно ехать. И получается, что, как, ну, вот эти вот проверки, которые обязаны были бы быть, вот, если материнский капитал выдавался там, они оттуда и должны приезжать сюда проверять дом. То есть они там здесь местным, как бы, ну, типа того, что не перепоручают, как бы, это дело. Вот, то есть если вы получали в своей местности капитал, может быть, это будет как-то, ну, пройдет, не пройдет. А, в общем, смысл в чем, что, короче, ой, баба. Они, я не знаю, ленятся, может быть, не хотят как-то ехать там. Такое вот расстояние. По документам дома, когда продаются, там не написано, что они аварийные. То есть документы берутся какие-то, там, вот выписки всякие из ЕГРН, там, короче, подключение электричества должно быть. К аварийному дому электричество подключают. Электричество подключают к чему угодно. И до столба разводку доводят, то есть и на пустые участки, и, в общем, короче, не могут отказать в подключении электричества, если дом аварийный. Вот. По крайней мере, можете какую-то запитку, там, до какого-то соседнего, там. Короче, в общем, мужик у нас в деревне просто тупо вкопал столб на участке, и мы просто подключили к столбу. Он в столбе сделал розетку, чтобы включить туда витаминную мешалку. В общем, примерно какая-то такая схема. В общем, подключают электричество. И вот план как бы самого участка, вот эти всякие выписки, ну и межевание, конечно, для продажи нужно сделать межевание. И там будет нарисован фундамент под домом, вот эти вот очертания все. А верхушку, в общем, за все время продаж вернули только два договора. То есть, в принципе, это, ну, совершенно, это просто вы тратите, как бы, там, деньги можете затратить вот на какие-то, если сами будете делать, там, межевание, там, сейчас межевание, на скале 12 тысяч стоит. Я делать не буду. У меня на него не осталось. Вот. То есть, это для продажи понадобится. Для продажи, для покупки, чтобы эти документы были. Ага. Ой, все, уже куда-то разговор в другую сторону ушел. В общем, смысл в чем? Что сделка безопасная. Сделка безопасная, штрафов за это нету, и ничего за это нету. То есть, надежда только на то, что не придет проверка. За все время проверка приходила два раза, и два раза не разрешили под материнский капитал аварийные дома продавать. То есть, там, туалет должно быть, водоснабжение какое-то. Ну, вот как в моем предыдущем доме, там не было, как бы, пола. То есть, если приехал бы какой-то проверяющий, мой черновой пол, счел бы он за пол, это еще вопрос, в общем. Вот так вот. То есть, как бы, печка топится, туалета у меня там тоже не было, я его разобрала. То есть, даже хотя бы наличие уличного туалета должно быть в литейской местности. Вот. Так что, если вы где-то далеко, вот, как, в частности, мои покупатели в Питере, а я в Ленобласти за 350 километров, вот, проверки никакие не приезжали. Вот. И когда сделка уже доходит до состояния такого вот, как там уже, последние дни, если проверка это все-таки приедет и не одобрит, то сделка просто пойдет, как бы, обратно. Ну, вы просто потеряете время. Я знаю, что просто есть люди, вот, им и рассказываю, которые хотели бы купить аварийный дом. Вот. И, как бы, считают, что это невозможно. То есть, можно начать и, как бы, ну, так, просто время потеряете и деньги, если что. Но, видите, очень маленький процент. Если это все находится далеко, место получения материнского капитала и место, где вы хотите вот домик приобрести на него. То есть, очень маленькая вероятность, что проверка приедет. И домик можно купить и, вот, так сказать, можно потом реставрировать или что-то делать там. Вот такой вот маленький лайфхак. Так, подробностей не знаю. Поэтому тут, как бы, сделка проходит просто как обычная сделка купли-продажи. То есть, там никаких нюансов нет. За это не штрафуют, ничего не будет. Просто сделка обратно вернется, если что-то не удастся. Вот. Поэтому, если у кого-то есть какие-то там, например, домушечки небольшие, там, какие-то красивые, может, в каком-то месте, там, в таком памятном, который хотелось бы. Вот. Можете воспользоваться вот этим вот делом. Это, как бы... Ну, вот. Вот я через это сейчас прошла. То есть, если бы ко мне проверка приехала, то, не знаю, сколько, 50 на 50, в общем, что она бы мой дом не посчитала, что он пригодный под материнский капитал. Вот. Потому что там... Там много чего не сделано. Там просто бревна хорошие. Вот. Там ни пола, ни канализации, ничего такого. Вот. Так что, всем удачи. Всем хорошего настроения. И не бойтесь возиться с документами. Это весело. К этому даже привыкаешь так... Ой. К нашей бюрократии. В стране. Вот. Так что, на этом прощаюсь. Так что, на этом прощаюсь.